АРТАКСЕРКС Глава первая Книги Есфирь И было во дни Артаксеркса. Этот Артаксеркс царствовал над 127 областями от Индии до Эфиопии. В то время как царь Артаксеркс сел на царский престол свой, что в Сузах, городе престольном, третий год своего царствования он сделал пир для всех князей своих и для служащих при нем, для главных начальников войска персидского и медийского, и для правителей областей своих. Показывая великое богатство царства своего и отличный блеск величия своего в течение многих дней, ста восьмидесяти дней. По окончании сих дней сделал царь для народа своего, находившегося в престольном городе Сузах, от большого до малого пир, семидневный на садовом дворце дома царского. Белые бумажные яхонтового цвета шерстяные ткани, прикрепленные висонными и пурпуровыми шнуроками, висели на серебряных кольцах и мраморных столбах. Золотые и серебряные ложи были на помосте, усланном камнями зеленого цвета и мрамором, и перламутром, и камнями черного цвета. Напитки, подаваемые были в золотых сосудах и сосудах разнообразных, ценою в тридцать тысяч талантов. И вина царского было множество по богатству царя. Питье шло чинно, никто не принуждал, потому что царь дал такое приказание всем управляющим в доме его, чтобы делали по воле каждого. И царица Астинь сделала также пир для женщин в царском доме царя Артаксеркса. В седьмой день, когда развеселилось сердце царя от вина, он сказал Мегуману, Бисфе, Харбоне, Бикфе и Авакфе, Зефару и Каркасу, семиевнухам, служившим пред лицом царя Артаксеркса, чтобы они привели царицу Астинь пред лицо царя в венце царском, для того, чтобы показать народам и князьям красоту ее, потому что она была очень красива. Но царица Астинь не захотела прийти по приказанию царя, объявленному через Евнахов, и разгневался царь сильно, и ярость его загорелась в нем, и сказал царь мудрецам, знающим прежние времена, ибо дела царя делались пред всеми, знающими законы права. Приближенными же к нему тогда были Коршена, Шефар, Адмафа, Фарсис, Мерес, Марсена, Мемухан, семь князей персидских и медийских, которые могли видеть лицо царя и сидели первыми в царстве. Как поступить по закону с царицею Астинь за то, что она не сделала, по слову царя Артаксеркса, объявленному через Евнахов? И сказал Мемухан перед лицом царя и князей, не перед царем одним виновна царица Астинь, а перед всеми князьями и перед всеми народами, которые по всем областям царя Артаксеркса. Потому что поступок царицы дойдет до всех жен, и они будут пренебрегать мужьями своими и говорить, «Царь Артаксеркс велел привести царицу Астинь пред лицо свое, а она не пошла». Теперь княгини персидские и медийские, которые услышат о поступке царицы, будут тоже говорить всем князьям царя, и пренебрежение и огорчение будет довольно. Если благоугодно царю, пусть выйдет от него царское постановление и впишется в законы персидские и медийские, и не отменяется о том, что Астинь не будет входить пред лицо царя Артаксеркса, а царское достоинство ее царь передаст другой, которая лучше ее. Когда услышат об этом постановлении царя, который разойдется по всему царству его, как оно невелико, тогда все жены будут почитать мужей своих от большого до малого. И угодно было слово это в глазах царя и князей, и сделал царь по слову Мемухана. И послал во все области царя письма, писанные в каждую область, письменами ее, и каждому народу на языке его, чтобы всякий муж был господином в доме своем, и чтоб это было объявлено каждому на природном его языке. Конец первой главы Глава вторая Книги Есфирь После этого, когда утих гнев царя Артаксеркса, он вспомнил о Бастинь и о том, что она сделала и что было определено о ней. И сказали отроки царя, служившие при нем, пусть бы поискали царю молодых красивых девиц, и пусть бы назначил царь наблюдателей во все области своего царства, которые собрали бы всех молодых девиц красивых видом в престольный город Сузы, в дом жен под надзор Гегая, царского евнуха, стража жен, и пусть бы выдавали им притирание. И девица, которая понравится глазам царя, пусть будет царицей в месте остинь. И угодно было слово это в глазах царя, и он так и сделал. Был в Сузах, городе престольном, один иудеянин, имя его Мардахей, сын Иаира, сын Семея, сын Киса, из колена Вениаминова. Он был переселен из Иерусалима вместе с пленниками, выведенными с Иехонией царем иудейским, которых переселил Навуходоносор, царь Вавилонский. И был он воспитателем Гадассы, она же Есфирь, дочери дяди его, так как не было у нее ни отца, ни матери. Девица эта была красиво станом и пригожилицом. И по смерти отца ее и матери ее, Мардахей взял ее к себе вместо дочери. Когда было объявлено повеление царя и указ его, и когда собраны были многие девицы в престольный город Сузы под надзор Гегая, тогда взята была Есфирь в царский дом под надзор Гегая, стража жен. И понравилась эта девица глазам его, и приобрела у нее благоволение, и он поспешил выдать ей притирание и все назначенное на часть ее, и приставить к ней семь девиц, достойных быть при ней из дома царского. И переместил ее и девиц ее в лучшее отделение женского дома. Не сказывала Есфирь ни о народе своем, ни о родстве своем, потому что Мардахей дал ей приказание, чтобы она не сказывала. И всякий день Мардахей приходил ко двору женского дома, чтобы наведываться о здоровье Есфири и о том, что делается с нею. Когда наступало время каждой девицы входить к царю Артаксеркцу, после того, как в течение двенадцати месяцев выполнено было над ней все определенное женщинам, и во столько времени продолжались дни притирания их, шесть месяцев мировым маслом и шесть месяцев ароматами и другими притираниями женскими. Тогда девица входила к царю. Чего бы она ни потребовала, ей давали все для выхода из женского дома в дом царя. Вечером она входила и утром возвращалась в другой дом женский под надзор Шаазгаза, царского евнуха, стража-наложниц, и уже не входила к царю, разве только царь пожелал бы ее, и она призывалась бы по имени. Когда настало время Есфири, дочери Аминадава, дяди Мордахея, который взял ее к себе вместо дочери и идти к царю, тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гегай, евнух царский, страж-жен, и приобрела Есфирь расположение к себе в глазах всех видевших ее. И взята была Есфирь к царю Артаксерксу в царский дом его в десятом месяце, то есть в месяце Тебефе, в седьмой год его царствования. И полюбил царь Есфирь более всех жен, и она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц. И он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицею на место Ястинь, Астинь. И сделал царь большой пир для всех князей своих и для служащих при нем, пир ради Есфири, и сделал льготу областям и раздал дары с царственной щедростью. И когда во второй раз собраны были девицы, и Мардахей сидел у ворот царских, Есфирь все еще не сказывала о родстве своем и народе своем, как приказал ей Мардахей. А слово Мардахея Есфирь выполнял и теперь так же, как и тогда, когда была у него на воспитании. В это время, как Мардахей сидел у ворот царских, два царских Евнуха, Гавафа и Фарра, оберегавшие порог, озлобились и замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. Узнав о том, Мардахей сообщил царице Есфири, а Есфирь сказала царю от имени Мардахея. Дело было исследовано и найдено верным, и их обоих повесили на дереве. И было вписано о благодеянии Мардахея в книгу древних дневных записей у царя. Глава третья книга Есфирь После этого возвеличил царь Артаксеркс Амана, сына Амадафа, вугиянина, и вознес его и поставил седалище его выше всех князей, которые у него. И все служащие при царе, которые были у царских ворот, кланялись и падали ниц пред Аманом, ибо так приказал царь. А Мардахей не кланялся, не падал ниц. И говорили служащие при царе, который у царских ворот, Мардахею, «Зачем ты приступаешь повеление царское?» И, как они говорили ему каждый день, а он не слушал их, то они донесли Аману, чтобы посмотреть, уж стоит ли в слове своем Мардахей, ибо он сообщил им, что он иудеянин. И когда увидел Аман, что Мардахей не кланяется и не падает ниц перед ним, то исполнился гнева Аман. И показалось ему ничтожным наложить руки на одного Мардахея, но так, как сказали ему, из какого народа Мардахей, то задумал Аман истребить всех иудеев, которые были во всем царстве Артаксеркса, как народ Мардахеев. В первый месяц, который есть месяц Ниссан, в двенадцатый год царя Артаксеркса бросали пур, то есть жребий, перед лицом Амана изо дня в день и из месяца в месяц, и пал жребий на двенадцатый месяц, то есть на месяц Адар. И сказал Аман царю Артаксерксу, «Есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего. Законы их отличны от законов всех народов, и законов царя они не выполняют, и царю не следует так оставлять их. Если царю благоугодно, то пусть будет предписано истребить их, и десять тысяч талантов серебра я отвешу в руки приставников, чтобы внести в казну царскую». Тогда снял царь перстень свой с руки своей и отдал его Аману, сыну Амадафа, Вугиянину, чтобы скрепить указ против иудеев. И сказал царь Аману, «Отдаю тебе это серебро и народ, поступи с ними, как тебе угодно». И призваны были песцы царские в первый месяц, в тринадцатый день его, и написано было, как приказал Аман к сатрапам царским и к начальствующим над каждой областью и к князьям у каждого народа, в каждую область письменами ее и к каждому народу на языке его. Все было написано от имени царя Арта Ксеркса и скреплено царским перстнем. И посланы были письма через гонцов во все области царя, чтобы убить, погубить и истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин, в один день, в тринадцатый день двенадцатого месяца, то есть месяца Адара, и имение их разграбить. Список с указа отдать каждую область как закон, объявляемый для всех народов, чтобы они были готовы к тому дню. Гонцы отправились быстро. С царским повелением Объявлен был указ и в Сузах, престольном городе, и царь, и Аман сидели и пили, а город Сузы был в смятении. Глава четвертая Книги Есфирь Когда Мардахей узнал все, что делалось, раздрал одежды свои и возложил на себя вретище и пепел, и вышел на средину города и взывал с воплем великим и горьким, и дошел до царских ворот, так как нельзя было входить в царские ворота во вретище. Равной во всякой области и месте, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое сетывание у иудеев и пост, и плач, и вопль. Вретище и пепел служили постелью для многих. И пришли служанки Есфири и евнухи ее, и рассказали ей, и сильно встревожилась царица, и послала одежды, чтобы Мардахей надел их и снял с себя вретище свое, но он не принял. Тогда позвала Есфирь Гаваха, Гафаха, одного из евнухов царя, которого он приставил к ней, и послала его к Мардахею узнать, что это и отчего это. И пошел Гафах к Мардахею на городскую площадь, которая перед царскими воротами, и рассказал ему Мардахей обо всем, что с ним случилось, и об определенном числе серебра, которое обещал Аман отвесить в казну царскую за иудеев, чтобы истребить их. И вручил ему список с указа обнароданного в Сузах об истреблении их, чтобы показать Есфири и дать знать обо всем. Притом наказывал ей, чтобы она пошла к царю и молила его о помиловании и просила его за народ свой. И пришел Гафах и пересказал Есфири слова Мардахея, и сказала Есфирь Гафаху и послала его сказать Мардахею, «Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не был позван, один суд — смерть. Только тот, к кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив, а я незвана к царю вот уже тридцать дней». И пересказали Мардахею слова Есфири. И сказал Мардахей в ответ Есфири, «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты достигла достоинства царского». И сказал Есфири в ответ Мардахею, «Пойди собери всех иудеев, находящихся в сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте три дня ни днем, ни ночью. И я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну». И пошел Мардахей и сделал, как приказала ему Есфирь. Глава пятая книги Есфирь На третий день Есфирь оделась по-царски, и стала она на внутреннем дворе царского дома перед домом царя. Царь же сидел тогда на царском престоле своем в царском доме прямо против входа в дом. Когда царь увидел царицу Есфирь, стоящую на дворе, она нашла милость в глазах его, и простер царь к Есфири золотой скипетр, который был в руке его, и подошла Есфирь и коснулась конца скипетра. И сказал ей царь, «Что тебе, царица Есфирь, и какая просьба твоя, даже до полуцарства будет дано тебе?» И сказал Есфирь, «Если царю благоугодно, пусть придет царь с Аманом сегодня на пир, который я приготовила ему». И сказал царь, «Сходите скорее за Аманом, чтобы сделать по слову Есфирь». И пришел царь с Аманом на пир, который приготовил Есфирь. И сказал царь Есфирь, «Припитье вина, какое желание твое, оно будет удовлетворено, и какая просьба твоя, хотя бы до полуцарства она будет исполнена». И отвечал Есфирь и сказала, «Вот мое желание и моя просьба. Если я нашла благоволение в очах царя, если царю благоугодно удовлетворить желание мое и исполнить просьбу мою, то пусть царь с Аманом придет на пир, который я приготовлю для них, и завтра я исполню слово царя». И вышел Аман в тот день веселый и благодушный. Но когда увидел Аман Мордахея у ворот царских, и тот не встал и с места не тронулся перед ним, тогда Аман исполнился гневом на Мордахея. Однако же скрепился Аман, а когда пришел в дом свой, то послал позвать друзей своих и Зереш, жену свою, и рассказал им Аман о великом богатстве своем и о множестве сыновей своих и обо всем том, как возвеличил его царь, и как вознес его над князьями и слугами царскими. И сказал Аман, да и царица Есфирь никого не позвала с царем на пир, который она приготовила, кроме меня, так и на завтра я зван к ней с царем. Но всего этого недовольно для меня, пока я вижу Мордахея иудеянина, сидящим у ворот царских. И сказала ему, Зереш, жена его и все друзья его, пусть приготовит дерево вышиной в пятьдесят локтей, и утром скажи царю, чтобы повесили Мордахея на нем, и тогда весело иди на пир с царем. И понравилось это слово Аману, и он приготовил дерево. Глава шестая книги Есфирь В ту ночь Господь отнял сон от царя, и он велел принести памятную книгу дневных записей и читали их пред царем. И найдено записанным там, как донес Мордахей на Гавафу и Фарру двух евнухов царских, оберегавших порох, которые замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. И сказал царь, какая дана почесть и отличие Мордахею за это? И сказали отроки царя, служившие при нем, ничего не сделано ему. И сказал царь, кто на дворе? Аман же пришел тогда на внешний двор царского дома поговорить с царем, чтобы повесили Мордахея на дереве, которое он приготовил для него. И сказали отроки царю, вот Аман стоит на дворе. И сказал царь, пусть войдет, и вошел Аман. И сказал ему царь, что сделать бы тому человеку, которого царь хочет отличить почестью? Аман подумал в сердце своем, кому другому захочет царь оказать почесть, кроме меня? И сказал Аман царю, тому человеку, которого царь хочет отличить почестью, пусть принесут одеяние царское, в которой одевается царь, и приведут коня, на котором ездит царь, возложат царский венец на голову его, и пусть подадут одеяние и коня в руку одному из первых князей царских, и облекут того человека, которого царь хочет отличить почестью, и выведут его на коне на городскую площадь и провозгласят перед ним, «Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью». И сказал царь Аману, «Татчас же возьми одеяние и коня, как ты сказал, и сделай это Мардахею иудеянину, сидящему у царских ворот, и ничего не опусти из всего, что ты говорил». И взял Аман одеяние и коня, и облек Мардахея, и вывел его на коне на городскую площадь, и провозгласил перед ним, «Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью». И возвратился Мардахей к царским воротам, Аман же поспешил в дом свой, печальный и закрыв голову. И пересказал Аман Зереш жене своей и всем друзьям своим все, что случилось с ним. И сказали ему мудрецы его и Зереш, жена его, «Если из племени иудеев Мардахей, из-за которого ты начал падать, то не пересилишь его, а, наверное, падешь перед ним». Они же, они еще разговаривали с ним, как пришли евнухи царя и стали торопить Амана идти на пир, который приготовила Есфирь. Глава седьмая книги Есфирь И пришел царь Саманом пировать у Есфири царицы. И сказал царь Есфири так же и в этот второй день во время пира, «Какое желание твое, царица Есфирь, оно будет удовлетворено, и какая просьба твоя? Хотя бы до полцарства она будет исполнена». Отвечала царица Есфирь и сказала, «Если я нашла благоволение в очах твоих, царь, и если царю благоугодно, то да будут дарованы мне жизнь моя по желанию моему и народ мой по просьбе моей, ибо проданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель. Если бы мы проданы были в рабы и рабыни, я молчала бы, хотя враг не вознаградил бы ущерба царя». И отвечал царь Артаксеркс, и сказал царице Есфирь, «Кто это такой и где тот, который отважился в сердце своем сделать так?» И сказала Есфирь, «Враг и неприятель — этот злобный Аман». И Аман затрепетал пред царем и царицей, и царь встал во гневе своем с пира и пошел в сад при дворце. Аман же остался умолять о жизни своей царицу Есфирь, ибо видел, что определена ему злая участь от царя. Когда царь возвратился из сада при дворце в дом пира, Аман был припавшим к ложу, на котором находилась Есфирь. И сказал царь, «Даже и насиловать царицу хочет у меня в доме?» Слово вышло из уст царя, и накрыли лицо Аману. И сказал Харбона, один из евныхов при царе, «Вот и дерево, которое приготовил Аман для Мордахея, говорившего доброе для царя, стоит у дома Амана, вышиною пятьдесят локтей». И сказал царь, «Повесьте его на нем». И повесили Амана на дереве, которое он приготовил для Мордахея, и гнев царя утих. Глава восьмая Книги Есфирь В тот день царь Артаксеркс отдал царице Есфири дом Амана врага иудеев, а Мордахей вошел при лицо царя, ибо Есфирь объявила, что он для нее. И снял царь перстень свой, который он отнял у Амана, и отдал его Мордахею. Есфирь же поставила Мордахея смотрителем над домом Амана. И продолжала Есфирь говорить пред царем, и пала к ногам его, и плакала, и умоляла его отвратить злобу Амана вугиянина и замысел его, который он замыслил против иудеев. И простер царь к Есфири золотой скипетр, и поднялась Есфирь, и стала пред лицом царя, и сказала, «Если царю благоугодно, если я нашла благоволение пред лицом его, и справедливо дело это пред лицом царя, и нравлюсь я очам его, то пусть было бы написано, чтобы возвращены были письма по замыслу Амана, сына Амадафа вугиянина, писанной им об истреблении иудея во всех областях царя. Ибо как я могу видеть бедствие, которое постигнет народ мой? И как я могу видеть погибель родных моих? И сказал царь Артаксеркс, царице Есфири и Мордахею иудеянину, «Вот я дом Амана отдал Есфири, и его самого повесили на дереве за то, что он налагал руку свою на иудеев. Напишите и вы о иудеях, что вам угодно, от имени царя, и скрепите царским перстнем, ибо письма, написанного от имени царя и скрепленного перстнем царским, нельзя изменить». И позваны были тогда царские песцы в третий месяц, то есть в месяц Сиван, в двадцать третий день его. И написано было все так, как приказал Мордахей к иудеям и к сатрапам и области начальникам и правителям областей от Индии до Ефиопии, ста двадцати семи областей, в каждую область письменами ее и к каждому народу на языке его, и к иудеям письменами их и на языке их. И написал он от имени царя Артаксеркса, и скрепил царским перстнем, и послал письма через гонцов на конях, на драмадерах и мулах царских, а о том, что царь позволяет иудеям, находящимся во всяком городе, собраться и стать на защиту жизни своей, истребить, убить и погубить всех сильных в народе и в области, которые во вражде с ними, детей и жен, и имени их разграбить. В один день по всем областям царя Артаксеркса, в тринадцатый день двенадцатого месяца, то есть месяца Адара, список с этого указа отдать в каждую область, как закон, объявляемый для всех народов, чтобы иудеи готовы были к тому дню мстить врагам своим. Гонцы, поехавшие верхом на быстрых конях царских, погнали скоро и поспешно с царским повелением. Объявлен был указ и в Сузах, престольном городе. И Мардахей вышел от царя в царском одеянии яхонтово и белого цвета, и в большом золотом венце, и в мантии вессонной и пурпуровой. И город Сузы возвеселился и возрадовался. А у иудеев было тогда освящение и радость, и веселье, и торжество. И во всякой области, и во всяком городе, и во всяком месте, куда только доходило повеление царя и указ его, была радость у иудеев и веселье, пиршество и праздничный день. И многие из народов страны сделались иудеями, потому что напал на них страх перед иудеями. Глава девятая книги Есфирь В двенадцатый месяц, то есть в месяц Адар, в тринадцатый день его, в который пришло время исполниться по велению царя и указу его, в тот день, когда надеялись неприятели иудеев взять власть над ними, а вышло наоборот, что сами иудеи взяли власть над врагами своими, собрались иудеи в городах своих по всем областям царя Артоксеркса, чтобы наложить руку на зложелателей своих, и никто не мог устоять при лицом их, потому что страх перед ними напал на все народы. И все князья в областях, и сатрапы, и области начальники, и исполнители дел царских поддерживали иудеев, потому что напал на них страх перед Мордахеем. Ибо велик был Мордахей в доме у царя, и слава о нем ходила по всем областям, так как сей человек Мордахей поднимался выше и выше. И избивали иудеи всех врагов своих, побивая мечом, умершвляя и истребляя, и поступали с неприятелями своими по своей воле. В Сузах, городе престольном, умертвили иудеи и погубили пятьсот человек, и Паршандафу, и Далфона, и Асфафу, и Пафару, и Адалью, и Аридафу, и Пармашфу, и Арисая, и Аридая, и Вайезафу. Десятерых сыновей Эмана, сына Амадафа, врага иудеев, умертвили они, а на грабеж не простерли руки своей. В тот же день донесли царю о числе умершленных в Сузах, престольном городе. И сказал царь царицы Есфири, В Сузах, городе престольном, умертвили иудеи и погубили пятьсот человек, и десятерых сыновей Эмана. Что же сделали они в прочих областях царя? Какое желание твое, и оно будет удовлетворено, и какая еще просьба твоя? Она будет исполнена. И сказала Есфири, если царю благоугодно, то пусть бы позволено было иудеям, которые в Сузах, делать то же и завтра, что сегодня. И десятерых сыновей Эмановых пусть бы повесили на древе. И приказал царь сделать так, и дан на это указ в Сузах, и десятерых сыновей Эмановых повесили. И собрались иудеи, которые в Сузах, так же и в четырнадцатый день месяца Адара, и умертвили в Сузах триста человек, и на грабеж не простерли руки своей. И прочие иудеи, находившиеся в царских областях, собрались, чтобы стать на защиту жизни своей, и быть покойными от врагов своих, и умертвили из неприятелей своих семьдесят пять тысяч, а на грабеж не простерли руки своей. Это было в тринадцатый день месяца Адара, а в четырнадцатый день сего же месяца они успокоились и сделали его днем пиршества и веселья. Иудеи же, которые в Сузах, собрались в тринадцатый день его и в четырнадцатый день его, а в пятнадцатый день его успокоились и сделали его днем пиршества и веселья. Поэтому иудеи сельские, живущие в селениях открытых, проводят четырнадцатый день месяца Адара в веселье и пиршестве, как день праздничный, посылая подарки друг другу. И описал Мардахей эти происшествия и послал письма ко всем иудеям, которые в областях царя Артоксеркса, к близким и к дальним, о том, чтобы они установили каждогодно празднование у себя четырнадцатого дня месяца Адара и пятнадцатого дня его, как таких дней, в которые иудеи сделались покойны от врагов своих, и как такого месяца, в который превратились у них печаль в радость и сетывание в день праздничный, чтобы сделали их днями пиршество и веселье, посылая подарки друг другу и подаяние бедным. И приняли иудеи то, что уже сами начали делать, и о чем Мардахей написал к ним, как Аман, сын Амадафа, вугиянин, враг всех иудеев, думал погубить иудеев и бросал пур, жребий, о истреблении и погублении их, и как Есфирь дошла до царя, и как царь приказал новым письмом, чтобы злой замысел Амана, который он задумал на иудеев, обратился на голову его, и чтобы повесили его и сыновей его на дереве. Поэтому и назвали эти дня, эти дни, Пурим, от имени Пур. Поэтому, согласно со всеми словами сего письма и с тем, что сами видели и до чего доходило до них, постановили иудеи и приняли на себя и на детей своих и на всех, присоединяющихся к ним неотменно, чтобы праздновать эти два дня по предписанному о них и в свое для них время каждый год, и чтобы дни эти были памятны и празднуемы во все роды, в каждом племени, в каждой области и в каждом городе, и чтобы дни эти, Пурим, не отменялись иудеев, и память о них не исчезла у детей их. Написала также царица Есфири, дочь Абихаила и Мордахей иудеянин со всей настойчивостью, чтобы исполняли это новое письмо о Пуриме. И послали письма ко всем иудеям, сто двадцать семь областей царства от Аркта-Ксерксова, со словами «мира» и «правды», чтобы они твердо наблюдали эти дни Пурим в свое время, какое установил о них Мордахей иудеянин, и царица Есфирь, и как они сами назначали их для себя и для детей своих в дни посещения и вопли. Так повеление Есфирь подтвердило это слово о Пуриме, и оно вписано в книгу. Глава десятая книги Есфирь Потом наложил царь Аркта-Ксеркс подать на землю и на острова морские. Впрочем, все дела силы его и могущества его, и обстоятельные показания о величии Мордахея, которым возвеличил его царь, записаны в книге дневных записей царей медийских и персидских, «Равно как и то, что Мордахей иудеянин был вторым по царе Аркта-Ксерксе и великим у иудеев и любимым у множества братьев своих, ибо искал добра народу своему и говорил во благо всего племени своего». Редактор субтитров А.Семкин